С одной стороны, здорово, что есть интернет, что есть социальные сети, что их перечислять. Их много. Одноклассники, ВКонтакте. Это основные такие слоны, наверное, на которых остальные. Потом Фейсбук появился. Здорово, что они есть, потому что как бы я нашел того, с кем я учился в первом классе, как бы я нашел свою первую учительницу, это же откуда я бы мог, чтобы идти по Москве или только в программу «Жди меня». А с другой стороны, все это чудовищно, потому что у меня сестра, например, 16-летняя, и я на себе это ощутил, когда можно нажать кнопку и найти все, что хочешь, вплоть до наркотиков какие-то продают. Ну это все ни для кого не секрет. Это, конечно, жутко. И все эти порно, и все эти ресурсы, и все, миллион всего можно найти. То есть жуткие совершенно вещи, какие-то, что такое нельзя найти, в общем. Это плохо, я считаю, потому что, потому что, что тут говорить. Я вот счастлив, что в 85-м году родился, и детство без интернета. Это действительно счастье, потому что сейчас в интернете появляются вот эти вот, как это называется, мемы или демотиваторы, которые вот что... Какая-то картинка, на которой там качели, и... А вот мы, кто об этом не знает, тот нас там не поймет. Ну вот эти вот вещи все. Это правда здорово, я не чувствую себя каким-то там старым или не старым. Больше, намного интереснее жить, конечно. И вот Вера Брежнева об этом, пожалуйста, спела, что... Как это там, что девочка моя там что-то зря плакала, что за окном жизни они вот в интернете. Нет, и кроме шуток, это хорошо, что она об этом спела. Поэтому я бы, конечно, как Мадонна, наверное, своих детей. Она же, по-моему, все запретила. Все интернеты, все что-то телевидение. Двоякое, в общем, это все. Потому что, с одной стороны, полная свобода – это плохо. Вообще, в жизни надо побольше иногда смирения. И вот религии, и вообще про все. Применимо ко всему это слово «смирение». А вот когда свобода полная, делаешь, что хочешь. Хочешь, найди там зоофилов, не дай бог, хочешь, найди покурить там, как они называются. Поэтому, конечно, я бы точно что-то, наверное, я бы что-то запретил, остановил или что-то сделал. Я не знаю, как это возможно сейчас уже, когда это все разросло до таких моментов. Ну и могу сказать, наверное, уже буду миллионный человек, который скажет в трехтысячный раз про айфоны, что все в телефонах теперь, что все вот не разговаривают, а только переписываются. И меня раздражает, когда мне, моя подруга, не смски мне шлет, а начинает в сети, ВКонтакте. Я говорю, Тань, что ты мне шлешь? Я что, там, 24 часа сижу? Ну, наверное, у тебя приходит оповещение. Ну, то есть уже как роботы. Это, конечно, глупо, тупо. Но, опять же, люди не идиоты. Я думаю, что за жизнью все равно будущее за жизнью, а не за вот этим интернетом. Поэтому вот так.